всем большой привет и добро пожаловать на мой канал в этом видео я выделила по 4 продукта из линейки крымского ухода о которых я хотела бы рассказать свое положительное мнение и будут те которые меня совсем не впечатлили мне будет очень интересно если вы напишите под моим видео свои фавориты любимчики крымской косметики возможно то что вы пробовали или то что вы хотели бы попробовать может быть будет какие-то продукты которые вы мне напишите может быть они вам совсем не понравились что-то вам не подошло в общем пишите свое мнение мне будет очень интересно все причем как начнем я бы хотела также сказать что те продукты о которых я буду высказывать свое не очень такое хорошее мнение то это чисто мое личное мнение и моя индивидуальная особенность то есть определенный про я не надо кому-то данный продукт подходит кто-то его обожает но мне возможно в составе какие то есть компоненты которые мне из эфирных масел мне даже мои да и нет отзывы о продуктах они могут быть для вас быть совершенно противоположными и так я попробую сначала говорить о одном хорошем продукте после него буду называть продукт который мне не понравился и буду так чередовать в каждом хорошим в каждом плохом меня будет по 4 продукта и так давайте приступим и первый продукт на который я хотела чтобы вы обратили свое внимание это вот такой вот скраб для губ крымская мануфактура дом природы кокосовый в этой линейке есть кокосовый мятный и по моему кофейный у меня два таких скрабика вот такой кокосовый и вот такой вот мятный к мятному я еще не приступала а кокосовый у меня уже практически заканчивается он очень экономичный идет он в такой вот баночки и вот внутри он выглядит вот таким вот образом его осталось у меня практически немножко кубки я скрабирую один-два раза в неделю и мне такой баночки хватило на целый год использования давайте посмотрим состав состав здесь полностью натуральный как вы видите сахар кокосовое масло масло какао масло авокадо кокосовая стружка сухое козье молоко и эфирное масло ванили очень приятный скраб особенно мне очень сильно понравился ранее аромат данного кокосового скраба масло авокадо идеально справляется с шелушей навливает потрескавшиеся губы а козье молоко которое входит в состав она повышает тонус и смягчает увлажняет губы после использования губы становятся очень мягкими увлажненными в процессе скрабирования сразу хочу сказать что никаких неприятных ощущений типа жжения или чего-то такого нету скраб не вызывает раздражение очищает он очень бережно после того как я про скрабирую губы я оставляю данную консистенцию где-то секунд на 30 можно на минуту чтобы все вот эти полезные в составе масла они могли напитать вашу кожу губ так что присмотритесь и вот такой вот мятный скраб он у меня сахар кокосовое масло масло ши масло жжоба экстракт алоэ ментол эфирные масла мяты и лимонграсса конечно я его открывала уже мне было интересно какой здесь аромат я предполагала что он будет мятный освежающий но нет аромат здесь цитрусовый ну немножко конечно ментол разбавляет цитрус следующий продукт это который мне не понравился гель для кожи вокруг глаз царство ароматов с экстрактом петрушки здесь довольно таки хороший состав здесь у нас вода розовая экстракт шалфея масло макадамии масло авокадо экстракт петрушки масло эфирные роли масло эфирные миры масло эфирные розы почему такие вот компоненты прежде чем покупать данный гель я читала довольно таки много положительных отзывов на данный гель у него очень приятная текстура это его достоинство прозрачная гелевая текстура и также мне понравился аромат данного косметического геля попробовала я несколько раз но к сожалению он мне не подошел вызвал он у меня вокруг глаз покраснение раздражение красные пятна были на верхнем и нижнем веке от него не знаю мне он данный продукт не подошел третий продукт ему я сразу ставлю плюсик это вот такой вот гель тоже для кожи вокруг глаз царство ароматов fresh roll называется скажи нет темным кругом так заявлено производителем что он хорошо справляется с темными кругами у меня это уже 2 данное средство у меня закончилась их 2 и она довольно таки тоже экономичная хватает на полгода ровно использовать а больше всего люблю утреннее время для утреннего ухода чтобы охладить увлажнить напитать и не утяжелять кожу век более питательные текстуры для кожи вокруг глаз я люблю использовать для ночного ухода здесь у нас когда мы откручиваем крышечку идет вот такой вот металлический шарик мне нравится принцип работы с роликовыми гелями потому что получается что благодаря металлическому вот этому шарику который сюда вставлен вам в принципе не надо трогать кожу век с пальцами но иногда после того как я наношу просто распределяю данным шариком гель остается и не сразу он впитывается и появляется небольшая липкость поэтому иногда конечно все же я начинаю использовать также в своей работе в уходе пальцы чтобы похлопывающими движениями до конца помочь впитаться данному гель по поводу уменьшения темных кругов я не могу сказать но небольшие отечности которые бывают после сна либо если вы на ночь выпили много жидкости данный гель действительно снимает после того как я наношу и проходит буквально там две минуты действительно я замечаю что отечность становится меньше далее вас встречает такая вот яркая красивая баночка на которой нарисована кисть винограда это у нас маска для лица крымская мануфактура дом природы сочная маска с активом сока винограда для зрелой кожи когда я покупала данную маску я в принципе не обратила внимание для какой кожи идет потому что мое внимание конечно привлекло что маска идет с виноградом здесь насыщенный аромат винограда а я очень люблю в косметологии такой аромат запах поэтому я решила попробовать и в плюс мне сзади очень хорошо указано какие функции у данной маски что она хорошо напитывает власть так неплохой есть полезные ингредиенты масла маска сама по себе кремообразная она хорошо распределяется также когда ее наносила я иногда использовала похлопающие движения чтобы ее еще лучше распределить по лицу опять же повторюсь очень приятный виноградный запах но к сожалению у меня маска не подошла после использования спустя какое-то время после того как я ее использую смываю моя кожа вся стягивается и становится сухой без увлажняющего тоника увлажняющего крема не обойтись увлажнение совершенно данной маски я не заметила и также что очень не бросилась в глаза и почему я не хочу пользоваться на данный момент данной маской что после использования у меня на лице появляются покраснение раздражение и все эти неприятные ощущения длятся течение часа далее я хочу показать вот такой вот сахарный скраб для тела крымская манифактура дом природы апельсин с корицей у меня к сожалению нет сейчас ни упаковки ни баночки все уже давно закончилось уже я все выбросила поэтому показываю вам вот так чтобы было более наглядно и понятно потом я вставлю картинку из интернета как выглядит упаковка если кого заинтересует мне данные скрабы сахарные вообще очень нравятся крымские во первых привлекает конечно яркий дизайн упаковки любую упаковку сахарного скраба крымского вы берете с любыми ингредиентами и всегда очень очень впечатляет конечно обычно они идут двуслойные здесь у нас апельсин и корица скраб довольно таки густой в нем видны и крупинки сахара и корицы состав вообще потрясающе натуральный но вот в данном скрабе я конечно не обращала внимание на состав других вот таких сахарных скрабов но на этот я обратила и меня заинтересовал один ингредиент компонент который присутствует помимо натуральных ингредиентов называется экстракт анатто я до недавнего времени не знала что это такое и как бы мне было интересно но в помощь интернет почитала узнал анатто это добавка е-160b экстракт анатто это краситель растительного происхождения от желтого до темно-оранжевого цвета получают из семян дерева бикса орельена которая растет в тропических и субтропических лесах так что опять же очень хороший состав хорошо очищает кожу скраб также он прекрасно справляется с сухостью кожи локтей и стоп он увлажняющий и напитанный эффект от него сохраняется некоторое время спустя как вы его смоете ну опять же очень очень приятные запахи у данных сахарных скрабов покажу такие вот саше от дом природы мед формула крем маски для лица они у нас идут с грязью сакского озера пользовалась я и буду говорить не вот такой вот от данной но у меня нет просто упаковки от той которая у меня закончилась но в принципе она выглядит то же самое я вставлю картинку из интернета но буду использовать показывать вам на данной маске не понравилась мне так которая шла с экстрактом мяты для проблемной кожи она также подходила в принципе для жирной комбинированной конечно очень хороший стопроцентный натуральный состав упаковка удобно ее можно брать с собой в сумочку непереносимость у меня была вот этой грязи сакского озера спустя 3-5 минут после того как крем маска была на моем лице нанесена через слой маски я уже заметила как моя кожа становится красной и покрылась пятнами прямо действительно красными помимо цветового изменения кожи также появились и жжение ощущалось такое что моя кожа просто горит конечно же я поспешил ее смыть моё моё лицо было просто огненное от этой маски и попробовала я ее и потом повторно все тоже самое такой же эффект сохранялся и после того как я ее смывала все равно все равно ощущение покраснение и раздражение кожи оставалось течение часа поэтому данная маска не очень не подошла так сейчас у нас будут такой вот ряд я выставил это твердые духи крымские у меня такие вот классе классическая версия меня их 3 давайте на такие вот первые первые твердые духи это black sea breeze переводится как черноморский бриз классическая версия здесь полностью натуральный состав масло персиковых косточек масло жжеба пчелиный воск канделинский воск эфирные масла апельсина лимонника бергамота полыни лимонный и абсолют бобов это у нас фирма мануфактура дом природы так выглядит сама баночка вообще вот крымские твердые духи я очень люблю использовать именно на отдыхе в крыму запахи все вот эти которые я здесь выложила они у меня все ассоциируются именно с отпуском в крыму сейчас я попробую открыть и показать консистенцию такая вот консистенция для тех кто любит лимон апельсин бергамот данные духи прекрасно будут вам подходить запах здесь не навязчивый также совершенно вы можете не бояться наносить смешивать духи то есть если вы допустим нанесли вот такие вот и поверх еще какие-то свои вот такие твердые духи они не будут перебивать запах другого аромата сразу хочу сказать есть альтернативное применение твердых духов помимо того что можно наносить их на запястья на шею куда вы любите использовать также во первых если вы будете наносить на кончики волос и вот ходить день-два с таким с такими твердыми духами так как в них есть эфирные масла они прекрасно подходят как увлажняющее питающее средство для кончиков после мытья головы кончики выглядят значительно более ухоженными попробуйте кто не пробовал ну и во вторых конечно если вы наносите на волосы аромат держится намного дольше вообще я очень люблю наносить ароматы на волосы действительно они становятся более стойкими следующий аромат у нас ваниль так и называется твердые духи ваниль здесь у нас масло пертиковых косточек масло жжебаб чилиный воск кандилинский воск эфирные масла ванили и ланг и ланг и апельсин такая же консистенция здесь насыщенный аромат ванили который разбавляется и ланг и лангом очень приятный вот эти ваниль они в особенности стойки когда я использовала их на мне они держались довольно таки долго так давайте с вами посмотрим вот такие вот их мне посоветовал продавец в крымском магазине вот такие вот называются я не зачитала вам крымский закат очень приятный запах здесь у нас масло персиковых косточек масло жжебаб чилиный воск кандилинский воск эфирные масла пачули мандарин розы ветивер кипарис миндаль то есть насыщенный состав вот этот запах прям меня у точно ассоциируется с набережной когда вы идете гулять вечером вдоль моря очень классный запах я попробую ставить картинки тоже из интернета более крупным планом чтобы если вдруг что-то вас заинтересует вы присмотритесь и приобретете и еще одни последние твердые духи это у нас царство ароматов обновленная версия они выполнены данные твердые духи по мотивам известных парфюмеров то есть например вот у меня по мотивам аромата Нина Ричи Нина тот кто знаком с данным ароматом вот эти они конечно имеют свои индивидуальные нотки но схожесть непременно есть Ньюнс что нам говорят о данных духах цветочно-фруктовый чарующий аромат для романтических мечтательниц с аппетитными нотками спелого яблока сладкой ванили и пралине дарит обладательнице особый шарм ауру женственности и привлекательности состав масло оливковое также идет парфюмерная композиция чтобы они были схожи по мотивам парфюмерии пчелиный воск воск риса карнаубский воск витамин Е красивая привлекающая внимание упаковка это прямо четко запах аромата Нина Ричи кто любит данный аромат присмотритесь к таким твердым духам такое вот название их удобно брать с собой удобная упаковка применять можно наносить на кожу и на волосы последний продукт это сахарный скраб сухой называется пинаколада здесь большой объем 250 грамм идет он в таком вот черном пакете состав конечно же здесь прекрасный давайте с вами посмотрим состав сахар соль морская оливковое масло масло кокосовое кокосовая стружка сок ананаса молотая абрикосовая косточка масляный экстракт ванили и витамин Е применять его наносить на чистую влажную кожу растирать массирующими движениями и остатки скраба смыть водой и вытереть кожу полотенцем сухой сахарный скраб для тела пинаколада содержит кокосовую стружку и богатый витаминами сок ананаса скраб интенсивно очищает кожу стимулирует регенерацию и обновление клеток сок ананаса отбеливает кожу улучшает ее упругость и эластичность попробовала данный скраб с первого раза он меня не впечатлил возможно буду использовать далее наносить не буду на все тело потому что после того как я у меня длительное время опять же кожа была красная и припухшая и очень-очень жгло и горело не все тело было с такой реакцией но частично было неприятно не помогал никакой крем не пантенол ничего очень-очень кожа от него была раздражена скорее всего из-за сухой текстуры я люблю конечно те скрабы которые имеют увлажняющий эффект данные сухие я мало пробовала и скорее всего пока не очень поняла привлекла меня естественно упаковка запах здесь просто бомбезный смесь ананаса с кокосом очень-очень ощущается и очень приятно такой запах приятный что даже хочется съесть содержимое данной упаковки возможно я буду использовать данный скраб на такие участки кожи как кожа стоп может быть просто кожа была чувствительной и данный скраб не очень подошел но скорее всего также я считаю что из-за того что в составе имеются имеется морская соль хоть я и читала отзывы что здесь сахарная консистенция преобладает но мне кажется то что здесь конечно преобладает более морская соль и вот эта морская соль она разъедает мне кожу на этом все кому было интересно поставьте пальчик вверх пишите ваши комментарии и всем хорошего настроения всем пока